привет привет черныш на улице доброе утро на термометре где-то восемь с половиной градусов лаки девочка черныш нельзя не проверь сейчас у лосей начинается активный гон а животных копытных у нас здесь очень много и когда мочу выходишь на улицу а мочи тихие слышно такое мучение у со всех 100 со всех сторон по поводу выключателя фонаря на столбе а вот лайк ты где был нельзя не прыгай черныш не прыгай я тоже тебя приветствую так вот по поводу выключателя на столбе иногда пишут сообщение советую поставить фото реле или как он это надо фото реле его буду ставить когда нам приведут новую линию а так я разговаривал сотрудниками ресса сказали что мы сейчас смысла нет он дурную работу делается лаки девочка правильно раздаем здесь визделей отобрал у черныша палку черныш не прыгай на меня воду рында что-то гапыли лолоки как пехота лайк в легком шоке прибывает думает лучше бы не подходил ой собаки мои всем салют всем добрым людям двойное доброе добро на улице 6 30 утра я в парнике собираю помидоры сегодня выезжаем в город и периодически мы эти помидоры возим либо родителям малины либо моим в этот раз повезем моим родителям отец катает закатки у нас к сожалению пока возможности такой нету да и по времени тут не совсем разгонишься поэтому хорошо хорошо помидоры растут здесь завел бензогенератор вчера в ночь поставил партию чипсов электроэнергия не очень хорошего качества связано с тем что потребителей много вчера на одного потребителя стало больше включи лампу для обогрева поросят кстати пишите сколько поросят а поросила синематка будет интересно ваше мнение почитать я чуть позже об этом скажу поэтому на основании этого качество чуть-чуть снизилась и дегидратор не вытягивает температурные режимы которые я задаю поэтому возможно я перевезу этот дегидратор в другое место там где есть хорошее качество электроэнергии для того чтобы не останавливать процесс производства чипсов сейчас собираем помидорки выезжаем город и далее трудиться на вам приятного просмотра не забывайте подписываться на дзен мы там есть канал также называется хутор тузенковых это для тех кто не смотрит сейчас youtube у кого плохое качество на ю тубе там где зреет вегоград вот такой урожай там можно собрать еще ведерко но там более салатные помидоры но это пойдет на закатки красота и перцев тут у нас я смотрю назрела очень много красная есть вот здесь желтенькие желтенькие перцы а вот красавец какой висит ой красавец глянцевый блестит как на обложке модного журнала а и чипсы готовы давайте снимем пробу рвутся легко вот нужно съесть минимум одну чипсиму чтобы вкус раскрылся но я уже понимаю что это просто великолепно а еще классно кладешь я на язык и просто смакуешь и тешишь свои вкусовые рецепторы и понимаю что тот набор специй раскрывается прям вот прям великолепно себя похвалить не могу я думаю вы комментарии напишите просто шедеврально и все сразу станет понятно какой вкус этих чипсов процесс выкладывание чипсов точнее еще сырого мяса на противень также снятие уже готовых чипсов с противень а такой процесс я вам скажу очень кропотливый и по сути занимает немало время сингоматка просила 10 голов 1 2 3 4 5 под лампутом здесь 1 2 3 4 5 насыпала и корма на удивление с первого дня аппетит замечательный тьфу 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 будем надеяться что аппетит не изменится пускай она лучше кушает много чем не кушает Вот так вот. Надо через пару дней сделать все процедуры. Каспировать буду на 10-й день. А так надо будет проколоть клычки. Ой, проколоть, говорю. Ощелкнуть клычки, проколоть. В общем, неожиданный, но в то же время очень радостный аппарос. Да, мать, приятного аппетита. Вот он, легкий пуск советского многоцелевого самолета Анг-2. Он же Ангушка, кукурузник. Первый полет такой самолет совершил 31 августа 1947 года. И вот спустя 77 лет он верой и правдой продолжает выполнять поставленные задачи. В данном случае это подъем парашютистов на высоту 2600 метров в Могилевском аэроклубе имени Кулагина. А это я, закосил подпомощника пилота. Сижу со спокойным лицом и не подозреваю, что через 30 минут ощущу эффект парашютирования. Сижу со спокойным лицом и не подозреваю. Набираем разгон. Скорость 100 км в час, отрыв. Поток встречного ветра позволил взлететь быстро. Скорость 160, температура за бортом 30 градусов. Ну что, полетели? Летим на деревню Имовая Пашково. Вдалеке видно деревня Жуково и деревня Застенки. Убранные и ухоженные поля – одна из гизитных арточек Республики Беларусь. Впереди деревня Горная улица. Ближе к нам низкая, а чуть дальше – левее деревня Княжица. Сейчас пролетаем над рекой Лохва. Набрали высоту 890 метров. Выйдем на второй круг. На поле перед деревней Низкая улица я увидел смерч. Смерч немаленький, по высоте судя по всему метров 150. Пролетаем над новым микрорайоном в районе Казимировки. Видим плицевую развязку. Чуть левее торговый центр в Проксите. Набрали высоту почти 1300 метров. Как прекрасна наша страна с высоты птичьего полета. высота 2300 метров. Температура за бортом 9 градусов. Скорость 145 километров в час. А вот такие виды открываются на высоте 2600 метров. Парашютисты, они же тандем инструкторы, профессионалы своего дела готовятся к прыжку. Сегодня два счастливчика разгонятся в свободном падении до скорости 240 километров в час. И ощутят такие эмоции, которых хватит на всю жизнь. А еще в Могилевском аэроклубе можно записаться на эти самые прыжки с тандем инструктором. Либо просто на самостоятельный прыжок с парашютом. Такой прыжок Алина подарила мне около трех лет назад. Наверное, хотела, чтобы я испытал те же эмоции, что и она. И у нее это получилось. Когда пролетаешь через облако, тебя как будто слегка обдает капельками воды. После выхода парашютистов самолет пошел на снижение. Это было очень круто. А вот здесь у меня в прямом смысле слова пятая точка оторвалась от сидения. И я ощутил эффект парашютирования. Вот она, Аннушка, 1947 года выпуска. А еще мне понравился логотип. Анг-2 в центре штурвала. Поехали! Взявь! Жаль! Взявь! Поехали! А еще! Уже! Ну, SHIT! Благополучно приземлились. Спасибо пилоту за полет. Приехали из города домой. Черныш нельзя. Евушка всю дорогу спала. Отпечаталась. Мама, а ты нормально кофе попила? Мне Ева помогла. Дочке, привет. Место. Доби Лайк Мира, место. Место. Место, я сказал. Думаю, папа, за что ты с нами так? Черныш место. Место. Все правильно. Лаки, девочка, привет. Все, все в постойке смирно. Собаки. Доченька. Собаки тебя встречают, да? Хуторяночку нашу встречают собачки. Собака. 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 Да? Собака. Скажи. Черныш. 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 Да? Черныш. 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 Рок. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА НЕВА? ДАКУ СНОПИТЕСЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, молотовый бей. Держи. Держи. Держи, папа, еще маленько для таких инструментов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА пойдем так на счет работа еще нельзя нельзя творческий беспорядок занимаемся заготовками на зиму твоя находка вот а вот легендарный калинвал с тойоты которая нас по кабардино-балкарии и по Крыму покатала но что-то тут заклинило в общем отправляем человека на мотоблоке в далекое путешествие длиной около 9 километров в одну сторону у меня времени нету заниматься сдачей металлолома поэтому отправим помощника доедет слушай ну это последний бензогенератор есть ну полбака да должен конечно у него это знаешь точка невозврата будет как у авиации Сергей у тебя дома бензин есть? ну литр если будет залей тогда я тебе деньги отдам тогда за него ну а то у меня тут я все бензогенератор болел добро ага не-не-не-не вперед проедься камень из-под колеса достану давай-давай все достал 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 Сергей достал да все все аккуратно сцепление отпусти отпусти сцепление ой человек сцепление надо его отпускать ладно давай отлично мы там если что эти веревки перевяжут ну вот вроде бы человек умеет на мотоблоке ездить а регулировать движение задним ходом без тормозов с горы как бы сцеплением ну наверное не понял ну ладно главное что он ничего не сбил да сейчас в планах освободить двор от кирпича я ему нашел применение пока не буду говорить какое камни которые возили в прошлом году на газоне с Антоном с Алиной и с Антона тогда еще девушкой и вот эти камни куча камней которая осталась от демонтажа дома который стоял вот здесь это все вывозим туда к зоне отдыха там это все пригодится ну и в принципе здесь двор уже будет такой с большего чистый а то как-то мы подзагадили чуть-чуть ну бывает уже на севары можно давайте я вам покажу поросяток поросяткам третий день карандашики вот есть у них такая нехорошая ситуация под глазами такие гематомки это когда лежит свиноматка ее кусают мухи либо поросят ее сильно тягают за сосок она может ударить копытом ну а так ну это нормальное явление так все красивенькие здоровенькие вот такой стоит один выделяется сразу вот это сейчас если получится взять нет он уже назад пятится опа красавчики фу-фу-фу на вас делюсь новостями с хутора пару дней назад вечером выпустил лаки ну как выпустил спустил с поводка обычно спускаю когда все собаки закрыты чтобы лаки она-то в этой катке лидер чтобы она не сводила их ну а тут получается я сижу вот на этом камешке лаки подходят кладет мне лапу на меня но я соответственно растаиваю в ласках лаки так сказать и отпускаю ее собаки открыты она всех сводит остается черныш я кричу доби лайк мира доби лайк мира лайк убегает с лаки доби возвращается с миры домой ну и естественно это все происходит на ночь и я волнуюсь собака в ночь не пришла домой причем две у нас здесь периодически воют волки вот там вот полутора километрах я в предыдущих роликах об этом говорил ну и без 15 сейчас ночи я просыпаюсь от того что истерически лает черныш прям реально так истерика какая-то я беру фонарик у нас такой есть мощный фонарик который бьет метров на 400 на 500 выхожу свечу вот сюда вот на луг стоит лаки и лайк лежит рядом с ней в той стороне у лосей сейчас гон значит стоит лось я его не вижу он за густами он такой стоит ну и ломает там кусты рогами наверное как они это умеют делать и проходит там какое-то время может там секунд 5-10 местная которая смотрит нас они поймут знак 7 километр на въезде к хутору дорога вдоль точнее вокруг деревни по этой дороге бегут три волка подрывает один воет второй и третий третий уже судя по всему где-то здесь на дороге лаки естественно натопырилась лайк к ней прижался я лаки лайк ко мне они прибегают ко мне я их загоняю сразу в сарай черныш тоже идет в сарай в общем все ночуют в сарае захожу в сарай взрываю петарду у меня тут есть такие имитирующие выстрелы охотничьего ружья все иду домой вот такие новости сейчас делаю лаки вчера всех от глистов всех обработал даю им альбин он же альбиндозол хороший препарат мне нравится я свиньям его даю собакам вот лаки вчера не дал сегодня так как обрабатывать от глистов нужно всех сразу сегодня у нас с небольшим перерывом лаки ну что ты красотка лаки девочка так шо там у тебя шо там ну-ка черныш нельзя лаки можно все пошел процесс тут уже порошок этот она никак не отделит вот кефира транспортное средство помощника который у нас работает краткий обзор рама год выпуска последних две цифры судя по всему 68 каретка была переварена тот кто в теме поймет вот эта вот часть она приварена с другого велосипеда здесь все в хлам разбито какая-то гайка вместо заводской шпонки какой-то загнан непонятный кусок металла здесь все переварено здесь подварено цепь классика от мопеда с мопеда сиденья все также переварено вот он советский великий союз кожа кожа далее руль в торцах руля пробки от вина руль 800 лохматого года судя по всему здесь уже я так понимаю разбирается гайка приварена далее светоотражающая оптика такая здесь у нас кстати интересный значок это не не ммвз это какой-то вот это ф на конце ш вроде бы ну в общем я не знаю чей-то производитель кто это делал велосипеды но если кто-то в теме напишите тут вот мотоцикл эмблема мотоцикла такая брызговики классические металл люфт в колесах есть нет люфтах кстати нет педали алюминий сейчас редкость алюминий сейчас дорогой велосипедной индустрии вот я такой багажник ему порекомендовал катается почитаем печкин вот это вот классика вообще классика так что еще багажник 800 лохматого года кобура кожа кожа прошу заметить советский союз ну в общем а вот что хотел показать рама была переварена был походу такой как взрослик переварен под женскую раму с более классической компоновки тут вот тоже смотрю варили в общем велик собрали из того что было общий вид вот на таких вот как говорит моя бабушка вел машинах катаются до сих пор люди девушка смотри как видишь как лаки перед тобой прям выпечивает да смотри как она все легла узик я тут кверху говорит девушка чеши меня гладь гладь ева да давай ка мы лаки дадим ножку плезнуть давай смотри смотри какая собака голова как вся ева ну да как ты хотела собака 60 кг весит да такая вот лаки лаки такая собака ева еще не проснулась ничего страшного проснется лаки ты наша хорошая собака да надо кстати добика выпустить ну что так а не ладно пока не выпустим потому что они не дадут лаки только ты подожди лаки ты смотри осторожно да лапой тут евушку не повредить да видишь какая собака смотри как давай добиков откроем ну что ты никит да мы закрываем собак когда Ева спит чтобы они не лаяли стартуем пехота пехота напылила смотри Ева сразу такая счастливая так нельзя я тебя прикушу я тебя прикушу Ева там собачки да собачки скажи черныш 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 так черныш нельзя черныш 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 да черныш скажи собака 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 собаки тоже тузенький так нельзя черныш все нельзя ну что Ева кудом пойдем кудом покатай меня большая черепаха Еве нравится а Лаки не очень Ева боится как будто да я тоже когда вчера на смолете летал немножко боялся да все нормально Лаки все хорошо заяц и ты Ева сказали с наш тоже все хорошо так ну что пойдем мы вернем дом угу давайте послушаем вместе так лак Слышно? Его так со всех сторон всю ночь, а еще иногда волги водят. Вот она истинная жизнь вдали от цивилизации. 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 Сейчас задача прокатрировать поросят, проколоть, ощутнуть клычки и в принципе все. На этом ролик подойдет к концу. Вам спасибо за просмотр. Всех благ, всего самого хорошего. Пока. Хватай его, Олег. Вы не такой спец, как ты. Не поддаются. Олег. Ой, боже, это будет сейчас очень больно. Чего? Потому что это мальчик. Страшно. Поворачивай его к себе. Хорошо. Да-да-да, вот так вот. Поворачивай его к себе. Поворачивай его к себе. Поворачивай. Продолжение следует...